Ребят, сразу говорю, это тот видос, о котором хочется сказать. Жесть смотреть до конца. Но прежде чем вы посмотрите этот крутой ролик, вкратце хочу вам рассказать о не менее крутом выхлопе от компании Armitrix. Выхлопные системы Armitrix изготавливаются из титана и нержавеющей стали. Главными преимуществами данных выхлопных систем являются агрессивный звук, прибавка мощности, легкий вес, что дает увеличение скоростных характеристик. А также эти системы оснащены вакуумными выпускными клапанами, которые работают в трех режимах. С полностью открытыми клапанами в этом режиме достигается максимальный уровень звука. С закрытыми клапанами этот режим для повседнева. И автоматический режим, который обеспечивает прирост мощности на всем диапазоне оборотов. Это лишь малая часть преимуществ выхлопных систем Armitrix. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке в описании. А мы начинаем. Всем привет! Это новый проект GDMщики против европейцев. Надеюсь, вы уже поняли, о чем он будет. Да, в нем будет участвовать японец и немец. Это я об автомобилях говорю, разумеется. В прошлом году мы делали проект GDMщики против автозаводов. Но, к сожалению, мы были ограничены только лишь дрифтом. В этом году мы не будем ограничены дрифтом. Помимо дрифта, да, дрифт тоже будет, но помимо него будет много различных заданий. И эти задания мы с Ваней, со вторым ведущим, будем придумывать по очереди. То есть, сегодня Ваня придумает испытания на следующую серию, а уже во второй серии я придумаю задания на третью серию. Будет много ржаки, экшена, трэша, угара и прочей хрени, которая вам так нравится. Иван это второй ведущий, который будет ездить на немцы. А я буду ездить на японцы. Знаете, какую тачку я купил? Очень интересную машину. Это Toyota Supra. Но это не та Supra, к которой все привыкли. Это SELICA Supra. А если быть точным, это SELICA A61. Вот она, детка моя. Мне не верится, что я купил за 115 тысяч турбовика. Вы можете себе представить? Да, это турбо-купе японское. Конечно, проект называется GDM-щики. И нужно было взять тачку с правым рулем. К сожалению, это Москва. Это Москва, детка. И здесь левый руль. Но, по факту, эта тачка все равно японская. В ней все запчасти японские. Эта тачка до сегодняшних дней дожила просто каким-то нереальным конструктором. Здесь стоит мост от Хачироку. Представляете, мост неразрезной. Ну и, конечно же, я знал, что мы будем жестить, веселиться. Разумеется, я взял на механике, на заднем приводе. Да, это не та SELICA, к которой все так привыкли. То есть SELICA у всех ассоциируется с переднеприводным, ну, каким-то недогоночным автомобилем. А вот эта тачка, она веселая. Вот на ней действительно можно дубасить боком. Что мы сейчас и будем делать. Кто это сделал? Это красный бампер. Фиолетовая пленка на бочине. Белая крыша. К чему это все? К чему, ребята? Я считаю, что это ебанизм. И все, мы будем это исправлять. Надеюсь, капот не примерзся, мы его откроем. Слепая мордашка. Вот он. Зверюга. Четырехцилиндровый зверюга от Hi-Lux. Короче, я вам говорю, здесь конкретный колхоз. Здесь стоит четырехцилиндровый двигатель. Атмосферный изначально. Вкорячена вот такая вот огроменная турбина. Если честно, я даже не представляю, как вот этот двигатель 2.4 будет раскручивать вот эту здоровую турбину. Я не знаю, с пяти тысяч или как. Все это ездит на стоковых стандартных мозгах. Там стоит механический буст-контроллер. Я не понял, когда она выходит в буст, потому что зима. Тачка на хреновой резине. Ну, короче, я пока еще на ней не наваливал. Но когда-нибудь мы проверим все-таки, как она едет. Кстати, владелец сказал, что здесь 200 лошадей. Я не знаю, откуда он это взял. Но возможно, возможно. Кстати, маслопомойка даже стоит. Дрифтовый руль. Момо. Момо, да. Сидение здесь. Кресло-качалка. Оно не закреплено. Ну, старая тачка и кресло-качалка для дедушки здесь, видимо. Да, конечно, я вам сразу скажу. Она выглядит хуже, чем немец в нашем проекте. Но испытания у нас будут не только на красоту. И я думаю, что она себя проявит. Она еще надерет задницу этим евроводом. На этой модели нестандартные дворники. Не такие, к которым вы привыкли. Да, владелец вместо дворников выдал мне вот такой вот один дворник. И вот таким вот макаром, короче, я очищаю стекла от дождя. Пиздец, зима. А на улице дождь. Все запотевает. Печка работает. Интересно, нет? Это печка. По-моему, этот звук о чем-то предупреждает. Он говорит, что, чувак, не пользуйся печкой в этой машине. Ну, как-то так. Так, подожди. Отрегулирую сидение. Все. Она, понимаете, эта машина, она как необузданное животное. Как заправляться-то? Сука, это жесть. Да, вот такая хрень. Блин. Тут что-то они целлофаном, короче, намотали. Вот это пробка бензобака. Это вторая пробка бензобака. Зачем прикручивать сидение? Все равно вам тут ничего не поможет, даже если сидение будет прикручено. Вообще вот ржачная машина во всем. Что бы ты с ней ни делал, она, сука, ржачная. Все. Заправились. Чуть не у**ался. Так, там бредку свою обратно. Всем привет. Меня зовут Иван. Я второй действующий лицо в данном проекте. Я буду доказывать Жекичу, что европейцы лучше японцев. А какого европейца я купил, вы сейчас увидите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я верю. Какую верю? Я знаю. Что? Что ты проебешь? Да, это один из легендарных представителей европейцев. Это Mercedes в 201 кузове. К сожалению, он не в идеальном состоянии. Но, по крайней мере, лучше, чем Supra Celica, которая была у Жени. Да, есть у нее маленькие косяки. Такие, как болтающиеся расширители. Обвес, зазоры. Я вообще молчу. Но вы только посмотрите на нее. Посмотрите на эту красоту. Обвес Evolution, который был разработан специально для гонок ДТМ. С расширителями, с широкими арками. Колеса, к сожалению, пока маленькие стоят. Но я думаю, это поправимо. Что-нибудь мы с этим придумаем. Бюджет покупки был точно такой же, как у Жени практически. Чуть-чуть дороже. 120 тысяч рублей. Но вы посмотрите, за что. За прицел на капоте. За расширителем. Вы посмотрите, красота. Я прям как увидел, у меня сразу в голове лялечка. Я думаю, я так и буду всегда называть. Ни Mercedes, ни 190, ни 201. Это будет лялечка. Supra, она не то, что рядом не курила. Они тихо там у себя соке попивают. И нервные исходят слюной. Блядь. Надо же этому, как его? Артур. Артур зовут. Продавца. Да ну спасибо сказать. Да ладно, пусть чуваку вставишь. Чуваку приятному. Ни хера он 25 штук сторговал. Там замерзли, блядь, торговаться. И также хотелось отдельно сказать спасибо предыдущему владельцу. Артур. Блядь. И он пошел нам навстречу. Спасибо тебе за этот аппарат. Но знай, на заправке узнали машину. И они сказали, как ты жестил на ней на глазах у заправщиц. На заправке она говорит, что-то знакомая машина. Да вот только купили. А, видели мы, как он тут хуйней занимался. Ее как он тут жестил, блядь. Сходство этого автомобиля с Supra, которого взял Женя, в том, что здесь тоже один дворник. Но в отличие от Supra, он установлен на заводе Mercedes и он работает. Давайте познакомлю вас с тем табуном недобитых осликов, которые дожили до наших дней. Это нормально. Это Mercedes. Плюс, плюс этой машины, что у нее, ну это, я думаю, всем известно, кроме Жени. Женя офигел, когда увидел. Ну, у него просто палка вставляется. Он амортизатор-то увидит, офигеет. Атмосферный двухлитровый мотор. Да, он без турбин. Да, в нем меньше мощности. Но у него гораздо больше ресурс. Плюс это Mercedes. В те годы Mercedes еще был надежным. Я, блядь, могу сказать, что в него, если установить дизельный двигатель от современной Ешки, то он начнет лупить просто как не в себя. Там все эти японцы прямо за щеку будут отсасывать. Но кому это интересно, это не касается этого автомобиля. Что можно вам рассказать про этот мотор? Да ни хрена про него рассказать нельзя. Он, по сравнению с современными, он голый как барабан. В нем нет понтов. В этой машине нет АБСа, потому что в те годы это была доп. опция. У нас бедная комплектация, у нас тряпка, у нас без АБСа. Но от этого этот автомобиль становится еще лучше, еще спортивней. Еще одна из причин, почему я взял именно 201-й кузов, а не 124-й. Хотя, казалось бы, многие скажут, что он комфортнее. Там стоят более мощные моторы. Он больше, он вместительней. Но 201-й он легче, он драйвовей, он быстрее разгоняется, он быстрее тормозит, он лучше рулится. И так как до конца еще ни я, ни Женя не понимаем, что будет даже в следующей серии. Я решил подстраховаться, потому что загрузить машину всегда можно. А лишний вес потом скинуть достаточно проблематично. Спонсором проекта является Тинькофф Банк. И специально для вас, для моих подписчиков, у них есть специальное предложение. Если вы перейдете по ссылке в описании и закажете вот такую кредитную карту, то совершая покупки или оплачивая услуги в автомобильной сфере, то есть это автомойки, магазины, автозапчастей, автозаправки, шиномонтаж и прочее, вам от суммы покупки возвращается 10% на эту карту, но не более 1000 рублей в месяц. Эта акция будет действовать 3 месяца. Согласитесь, приятный бонус. Ну а заказать вы ее можете, находясь в любом городе России. Лично мне в Москве очень удобно было это сделать. То есть я потратил 5 минут на заполнение форм онлайн, и на следующий день буквально мне привезли эту карту. В общем, переходите по ссылке, заказывайте. Продолжаем. Ну этот бензобак, конечно, не очень безопасный. Ну как бы мне не очень комфортно, что у меня под жопой прямо 20 литров бензина. И никакой пробку... А, пробку-то мы не закрыли пробку. Хорошо, что я не курю. А то бы сейчас сидел такой с сигарой, да? Здесь бензобак. Такой пэу назад. Смотрите, какая богатая панель. Не то, что вот этот вот современный пластик, да? В современных автомобилях здесь все мягенько. Это что, это ковролин? Ковролин с пола присобачили. Не, а может быть, это, кстати, так и есть. Очень мягко, уютно. Как у бабушки в деревне. Ковры на стенах. Ну это мой первый турбовик, друзья. Первый, мать его, турбовик. Блин, еще выхлопом воняет. Потому что выхлопная труба у нас лежит в салоне. Ее надо, короче, там приварить. Фу. Фу. Ох, жесть. Я как токсикоман. Ох. Еще не задохнулся. Когда задом едешь, вообще все в салон попадает. Весь выхлоп. Пробку мы не закрыли. Как-то так, это было закрыто. Так, это антивонь, а это антиразгрызгивание. Это бензин, сука. Ой. Блин, вот мы куда за правильность оказывается. Я уже весь смог, сука, вот с этим девайсом ходить. Постоянно. Давайте посмотрим, какие за 115 тысяч мне еще достались ништяки. Сейчас откроем. Да, вот это мне нравится. Так. Вот такой вот заводской упор. Главное, чтобы по башке мне не прилетело. Ну, как вы поняли, это колесо. Но. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин. Правда, на летней резине. Та-дам. Оригинальные колеса. Вы представляете сейчас, сколько такие колеса могут стоить? Ну, хотя, может быть, они, конечно, и копейки стоят. Но я ценю то, что это настоящие, оригинальные, японские колеса вот тех годов. Охренеть. Я думаю, что вот на этих колесах, на 14-х, она намного лучше будет смотреться, чем вот на 17-х, на этих вот трехспицевых, дерьмовых колесах. Это безвкусие-то, я считаю. А вот это вот, это прям то, что надо. Резина жирная. Сука! Фу, блядь, что-то у меня загорелось. Фу! Что-то загорелось, блядь. Блядь, надо подальше, на машине держаться, там что-то загорелось, и бензин пролит на днище. Не взлететь бы на воздух. Ну все, с Тойотой мы покончили. Реально, блядь, сука. Что-то она, короче, подсирать стала, не едет ни хрена. Но будем разбираться, в чем проблема. О, она серит. Охуенная гонка. С водкой, типа, моя. Что-то пошло не в танк, блядь. Все. Все, сдохло. Не заводится вообще. Вообще не заводится, сдохло. Что-то аккумулятор или что севшее, понять не могу. А, он же говорил, что генератор не работает. Точно, блин, генератор не работал. Она, она конкретно на заряде аккумулятора ехала. И вот поэтому она начал троить движок. Ну это хоть, это херня на самом деле. Все. Музыка Конкретно в этом автомобиле стоит 4-ступенчатая коробка передач, 2-литровый мотор. Тонировка мешает, я смотрю ровно в нее, очень темно. Но первое, что я хочу сделать, это отодрать эту полоску слабового стекла, потому что приходится очень низко пригибаться, и в принципе это прям очень неудобно. Вот этот пацан-тюнинг. Хорошо еще с боковых окон оторвали тонировку, с передних хотя бы видно зеркала. Бесит меня эта пленка, если честно. Можно я ее сорву прям на камеру? Я честно не хотел себе Mercedes никогда, да, и скептически относился, думал, да что можно от немца ждать, который немногим моложе меня. Ну, я реально был удивлен. Я был удивлен оснащению, я был удивлен, да даже дизайну я был удивлен. Внутреннему убранству, удобству. Ну, еще бы не затрачивали эту машину в жизни, и вообще было бы все бомбически. Люк, сука, течет. Кстати, мне интересно, как он открывается. А это что? А люк вообще работает? Вот люк. Что-то пошло не так. Что-то как-то кнопочка у нас не совсем подключена. Это все фигня. Сейчас мы все... Все работает. Друзья, кто знает, как пользоваться им, подскажите мне, пожалуйста. Я как бы никогда не... Я имел дело только с люками на гольфе на втором, но там крутилочка такая очень удобная стоит. Здесь я вот догадался, что надо что-то повернуть, но я не знаю. Это оно заблокировано, не заблокировано, куда еще крутить, что это вообще, как это. Но надо приподнимать, чтобы обратно зашел. Вообще, как здесь открыть люк? Подскажите мне, колхознику. Гавнитола тоже работает. Была штатная, кассетная. Прям для кассет все. Шесть кассет всегда под рукой. Таня Буланова, Надежда Кадышева, группа Любе. Я скажу больше, я найду кассетную магнитолу. Мы ее сюда установим. Мы забьем старыми кассетами все эти отсеки. Они будут функциональны. И магнитола, вот, ну, я не знаю, то есть антенна вроде подключена. Но я уже сказал, что у нас будут воспроизводиться кассеты. Поэтому с ней мы можем сделать просто. И к тонировке ее отправим. И она вот практически заняла свое законное место. Следующий этап, это... И нам налево. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, МКАД. Я стою на своей Супри. На МКАДе. Потому что сломан генератор, сел аккумулятор, и я встал. Вот, сижу, жду, когда меня отбуксируют. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Косарь к тому, чья машина круче. Проверим мы это на диностенде. И еще после диностенда. Мы проверим, насколько грамотнее эти лошади умещены под капотом. Как он может быть мощнее? У меня типа 200 же лошадей. Типа 200. Типа ты можешь запихнуть какие угодно железяки. Главное заставить их работать вместе и слаженно. В этом инженерам Мерседес нет равных. Что делай, ты иди бы и аккумуляторы покупать. Что-нибудь делай. Что я могу признать? Да, тачка выглядит, конечно, лучше. Но не турбосук. Короче, голосуйте в группе. Ссылку на группу я оставлю в описании под этим видео. Голосуйте. Либо вы за JDMщиков, либо вы за Евроводов. Подписывайтесь на Ванин инстаграм, на мой инстаграм. Также ссылки будут в описании. И, например, вот здесь где-нибудь будут. В наших инстаграмах вы будете узнавать самые первые, самые свежие новости по этому проекту. Поэтому подписывайтесь, все без исключения. И там даже вот в инстаграме будет жесть твориться. Ой, я даже не представляю, что будет на видео. Это просто отдельное. В процессе работы, я думаю, придется все-таки что-то делать. Да, и с Мерседесом. Я потому что, честно сказать, я еще не знаю, что Женя придумает. Точнее, я предполагаю, как труд-JDMщик, что что может придумать труд-JDMщик. Давай подрифтим с тобой. Подписавшись на наши инстаграмы, на группы ВКонтакте, вы не то, что будете следить за самыми свежими новостями. Вы будете участвовать в процессе работы. Потому что мы будем задавать много вопросов, что нам сделать, что лучше сделать. Первое, что он купит, это будет длинный трос. Единственное, что он будет постить, это точки, где у него сломалась машина. Чтобы любой желающий мог приехать и подтолкнуть или привезти аккумулятор. Это вот тот редкий случай, когда действительно, даже странно слышать, что мне немцевод говорит именно ипоноводу такое. Блин, хреново, что эта тачка осталась на ходу, а моя... Toyota не ломается, а не уходит в закат. Я вот посмотрю на тебя, когда будет испытание какое-нибудь жесткое или когда в дрифте я тебе в бочину въеду, вот ты поплачешь. Потому что у тебя-то, ну, действительно она ляля, но потом она будет отжаханная вообще во все щели. Я оболю тебя, я бензином, блядь, супру твою оболю и сожгу нафиг. В бочину лялечки въедешь. Борь-борь! Борь-борь! Я не увидел, друзья! Там пиздец, Жека! Блядь, ребята, это просто пизжесть какая-то. Знаете, на самом деле опыт действительно есть с прошлого года в зимнем дрифте. У меня охрененно все получается, но у меня хреновое зрение. И реально, я даже не думал, что здесь бордюр еще, видишь, замело этим снегом. Я вообще бордюр не увидел. Я еду, и я уверен был, что здесь как бы вот нету бордюра, понимаешь? То есть, если бы я его видел, я бы, разумеется, так не сделал. Ну вот, смотрите, результат. Это просто жескач какой-то, ёб твою! Какое следующее задание делать? Починить машину? Специальное задание для Жека. Пока я буду ездить, выбирать стенд, Жека будет ездить, искать себе задний мост. Самое главное, что у нас жесткие задания. То есть, вот любым способом нужно их проходить. И в следующей серии я обязательно поеду на стенд. Пока мы имеем вот это, но... Ну, будем все исправлять, и все равно на стенде тачка окажется. Окажется? Ну, она окажется на мотоциклетном, а ты колесном стенде. Ну, что, вызываем эвакуатор. Я здесь боком заходил, я был уверен, что здесь просто нет вот этого выступа. Я думал, что здесь просто ровная площадка. Ее замело снегом, реально. Вот посмотри, вот отсюда реально не видно этот бордюр, блядь, злосчастный. А, колесо, короче, это, демонтировалось. Само-демонтировалось. Ну, давай, расскажи мне о стенсе. Вот он, самый, что это есть, стенс. У меня, во-первых, генератор сломался. И полуось я тоже сломал. Ну, придется, видимо, наверное, весь мост менять, наверное, дешевле будет. По сюжету должен был ломаться немец. Рви шаблоны, Toyota тоже ломается. Да, кстати, да, мы рвем шаблоны, и это круто. Я считаю, что это охрененная серия, все равно. А как ее затаскивать-то без колеса? Так, волоком. Сейчас арка тут, это, совсем, наверное, хреновая ей будет, арки. Просто сейчас, если мы потащим вот так с колесом, то арка может повредиться. Это нормально. Корчалыга ты мой. Класс. Кстати, сегодня на МКАДе, когда я встал на МКАДе, ко мне подожжал эвакуатор, говорит, тебе эвакуировать? Я говорю, да нет, сейчас, говорю, друзья подъедут, меня утащат. Это знак, понимаешь? Вот сегодня меня эвакуаторщик предлагал меня увезти. Вот, мы везем сегодня на эвакуаторе тачку, блин. Не так, так так. На нахер, колесо. Просто. Сказала, что я ка дужи. Кстати, резина, почему стрелок съела ее прям посередине. Тормозов, оказывается, вообще нет. Колодок нет, тормозов нет. Охренеть. Ну вот, смотри, а если бы мы не ударили, да, мы бы не знали, что нет тормозов. Это нужно было сделать, понимаешь? Если бы не мост, если бы были привода, все, хана, там бы все рычаги позагибало. Возможно, даже кузов бы. Это было бы хреново. GDMщики, GDMщики, давайте просто разъебем этих европейцев. Ты посмотри, как... Да, ты уже разъебал оттого. Всем пока. Че Джек приуныл? Продолжение следует...